Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Порока Иезекииля. И сегодня мы будем с вами читать девятую главу этой книги, делать ее обзор. В этой главе только 11 стихов. В предшествующей главе пророк увидел нечестие, совершавшееся в Иерусалиме, в потаенной комнате и открытым образом. Ему без преувеличения представлено все то, что хуже и хуже и хуже, то есть как бы дальше и некуда. Здесь мы узнаем первое о подготовке орудий, которые будут задействованы в разорении города. Об этом первый и второй стих. Кстати, Иерусалим, я напоминаю, это образ церкви. Именно так мы воспринимаем эти тексты Иезекииля. В Библии сказано, что суд начнется с народа Божия. И апостол Павел пишет, что все, что происходило с евреями, это написано в назидании нам, то есть христианам, достигших последних времен. Второе. Говорится о перемещении славы Господней от Херувима к порогу храма. Как будто бы благодать хочет покинуть это место. Об этом третий стих. Далее. О повелении данным одному из задействованных лиц, чтобы он отмечал остаток, который будет сохранен от общей погибели. То есть они многие верные. Об этом с третьего по четвертый. О строгом предписании казнить не имеющих метки, эта метка напоминает форму креста, в соответствии с которым казнь началась. Это строгое предписание, оно исполнится. Об этом с пятого по седьмой стих. О ходатайстве пророка о смягчении приговора и об отказе в каком-либо смягчении, ибо указ вышел, то есть решение Божие принято, с восьмого по девятый и десятый стих. О докладе человека, которому надлежало отметить благочестивый остаток, вот этой меткой в форме креста, это Ветхий Завет. О проделанной работе, стих одиннадцатый, здесь нам представлен обычный образ действия Божьего проведения в управлении этим миром. И первая под тема о подготовке орудий, которые будут задействованы в разорении города. И мы читаем первый и второй стих девятой главы книги пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели ангелы города». То есть есть ангелы, которые защищают, ангелы-хранители, а есть ангелы-каратели. «Пусть приблизятся каратели ангелы города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Каратели города. То есть идолопоклонство народа не останется ненаказанным. Хотя каратели представлены как люди, если мы вот смотрим здесь, они, вероятно, все же являются ангелами в облике воинов, наподобие того, что мы видим в книге «Исход» и в первой «Паралипоминон». «Они специально посланы для истребления одних и защиты других». И мы читаем. «И вот шесть человек идут от верхних ворот». Число шесть указывает на обычные наши дела. Как сказано, шесть дней делая обычные дела свои, седьмой – Господу Богу. Так вот, наказание следует за то, что мы делаем не для Господа Бога, а для себя или, не дай Бог, для дьявола. Поэтому это число не случайно. И вот шесть человек идут от верхних ворот, от верхних все, что движется, двигается вниз. Они называются людьми, потому что они имеют форму людей. Шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. Север – это место наказания, как бы. И у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. Раньше песцы носили на своем поясе прибор, где там и чернилы были, и трости для письма. И пришли, и стали подле медленного жертвенника. Вот одетые в льняную одежду, льняные одеяния составляют привилегию священников. Но также ангелы и люди, удастойное видение славы Божией, в видениях пророков, носят одежды изо льна. Это мы видим и в книге «Порока Даниила» и в книге «Откровения» Иоанна Богослова. При поясе его прибор песца, имеется в виду песец, вероятно, назначенный для ведения небесных записей. Смотрите, исход 32 глава с 32 по 33 стих, Даниила 12.1. В видении языка Иерии есть напоминание о том, что идолопоклонникам нет места в городе Божьем, то есть в церкви. И далее говорится о перемещении славы Господней от Херувима к порогу храма, то есть благодать как бы близка к тому, чтобы покинуть это место. О повелении данным одному из задействованных лиц, чтобы он отмечал остаток, остаток – это верное, который будет сохранен от общей погибели с помощью специального знака. По форме этот знак напоминает крест. С 3 по 4 стих. И мы читаем. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома». Имеется в виду, скорее всего, не просто один какой-то Херувим, а именно два Херувима. И вот с каждого сошла слава. Это те самые два Херувима на крышке ковчега, откуда звучал голос Бога от этих изображений. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека». Здесь слово «он» ставится за главные буквы, потому что через Херувимов с нами, через ангелов беседует сам Господь Бог. «И призвал он человека», то есть говорится об одном Боге, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. Священнослужители должны выделять остаток, поддерживать его, оберегать. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, вздыхающих, о всех мерзостях», то есть эти люди как бы задыхались от этих мерзостей, «совершающихся среди него, то есть города, сделай знак». И святитель Иоанн Златоуст пишет, «Видел ли радующегося чужим бедствием и зато осужденного и наказанного? Посмотри на сострадательного, получившего спасение». Сказано, «Сделай знак на челах людей, скорбящих и вздыхающих». Потому и Павел говорит, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Если ты, говорит, не можешь сделать ничего другого, то немалой доставишь утешение сетующему своим соболезнованием. Видел ли смеющегося и зато преданного плачу? Посмотри на скорбящего и получающего утешение. «Блажены плачущие», сказал Господь, «ибо они утешатся». Речь-то идет о наказании этих сатанистов, старейшин, с их руководством, правителей, политический истаблишмент, идолопоклонников. Но это не повод, чтобы злорадствовать. И эти люди помилованы не потому, что они лучшие. У них тоже были проблемы, мы это видим, но они проявили сострадание. Я однажды встречался с одним человеком, который спрашивал меня, сколько в мире католиков, сколько в мире католиков. Я говорю, ну, больше миллиарда. Он говорит, о, в аду хватит места на всех. Я на него посмотрел, как на безумного человека. Это что, повод для радости, что ли? Мы молимся о соединении всех христиан, о спасении всех христиан. Сказано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Христос плакал, когда смотрел на Иерусалим в виде его разрушения за грехи его народа. Протерей Иоанн Смолин пишет, «Это место пророчески относится к крестному знамению, появившемуся в Новом Завете после крестных страданий за нас, Спасителя, мира. Подобные предуказания на крестные знамения видно еще из книги «Бытия», 48, 14, это когда Яков, благословляя монах Сефрема, так сложил руки. В Новом Завете крестные знамения прямо предполагаются в наставлении апостола воздевать руки во время молитвы». Крестные знамения могло носить такую форму. 1 Тимофея 2, 8 «Носить знак поругания Христа», так складывали руки, евреям 13, 13, «Сохранять печать Бога Живаго на челе своем, откровения 7, 2, 7, 3 и 9, 4». То есть мы видим здесь прообраз того, кто же спасется в последние времена. И мы помним, когда была еврейская Пасха, то было сказано, чтобы на домах верующих надо было делать кровью знак, а там пересечение жердей, этот знак тоже был в форме креста, кровью. И ангел смерти, когда шел, он перепрыгивал через эти дома, где видел этот знак креста, кровавый знак, и заходил в дома, где не было этого знака, и губил первенцев только там. Далее, «О строгом предписании казнить не имеющих метки, в соответствии с которым этим предписанием казнь началась». Второй по седьмой стих. «А тем сказал вслух мой, иди за ним». То есть один из шести, он как бы выполняет функцию писца, он говорит пятерым, что они должны делать, но опять это звучит как глаз Божий, «А тем сказал слух мой», может быть, это произнес как раз шестой, но это воспринимается как голос Бога, «Идите за ним по городу и подражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». То есть суд начинается с народа Божия, и наказание будет сначала церковного истаблишмента, потом всех остальных. «И начали они с тех старейшин, которые были перед домом», то есть те самые, которые совершали сатанинскую службу в каком-то подземном помещении по отношению к храму в подземном помещении, о чем мы уже читали. И действительно, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, «Ибо время начаться суду с дома Божия». 7 стих, «И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми». Что значит оскверните? Пролейте кровь. Кровь пролитая, даже по закону Божию, она несет осквернение. «И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми и выйдите и вышли и стали убивать в городе». Речь идет об ангелах, поэтому умершление могло наступать в виде внезапной болезни, внезапной остановки сердца и все, что угодно. Далее, «О ходатайстве пророка, о смягчении приговора и об отказе в каком-либо смягчении, ибо указ вышел». То есть хлопотать можно до выхода указа, скажем так. Мы не знаем, как на небе это происходит. Евреи считали, что это происходит в Йом-Кипру, судный день, поэтому они постились, чтобы в этот день не было приговора, кто в этом году умрет, погибнет, заболеет, разорится и так далее. Итак, с 8 по 10. «И когда они их убивали, вот эти ангелы мщения, а я остался, то есть они двинулись, он боится двигаться за ними, тогда я пал на лице свое и возопил и сказал, о Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим, то есть на церковь, ибо Иерусалим это образ церкви». Здесь Иезекииль показывает, что он видит, что у остатка тоже есть проблемы. Как сказано, худые сообщества развращают добрые нравы. Если они живут среди этих нечестивцев, в той или иной степени они тоже нечестивцы, но не в той мере. И роль остатка очень важна. Порок Исаия 1.9 «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом уподобились Богоморе». Что значит то же, что Содом сгорел в огне? Что значит уподобились Богоморе? Гоморр тоже сгорел в огне. Далее с 9 по 10 «И сказал он мне», то есть Господь говорит Искеилю, «Нечестие дома Израилева и Иудина», вот царственное колено выделяется, но в то время, кстати, еврейский народ разделился на два царства, на Израиль и на Иудею. Более права была иудея, чем нежели Израиль, но тут нечестие коснулось всех. Если священники ведут правильный образ жизни, а их паства неправильный образ жизни, то эти священники нечистые, только потому, что они не упасли свою паству во спасение. «И сказал он мне, нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь, зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу падение их на их голову». Далее. «О докладе человека, которому надлежало отметить благочестивый остаток о проделанной работе». Стих 11. Здесь нам представлен обычный образ действия проведения Божия в управлении миром. Ну, и мы уже понимаем, что это не человек, он имеет вид человека, но это ангел. И мы читаем 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, которого при поясе прибор песца дал ответ и сказал «Я сделал, как ты повелел мне». И блаженный ироним пишет «Этот муж, которому было повелено пройти посреди Иерусалима и сделать знак на челах людей, воздыхающих и скорбящих о всех беззакониях их». То есть эти люди скорбели о собственных беззакониях и о беззакониях современников. Итак, говорит, что он исполнил повеление Господне и поставил знак буквы ТАФ. Эта буква имела форму еврейской ТАФ, которая имеет форму креста. «На челах тех, кой скорбели», то есть переживали из-за других. Шесть же мужей, которым повелел Господь, говоря, «Пройдите через город, следуя за ним», то есть за песцом, который отмечает или не отмечает, «и поражайте, и никого не милуйте, убивая на смерть». Нисколько от этого не отказываются. Ангелы, они очень прямолинейные, они делают то, как Господь им повелел. Поэтому они исполнили определение нерадостное, оскорбное, которое подтверждается не словом, а делом. Вот именно поэтому отцы церкви пишут, что апостол Петр был избран в том числе и потому, что он пал, когда трижды отрекся от Христа. И Христос трижды простил его, сказав «сын Иодин, сын Иодин, сын Иодин». Потому что если бы Петр не имел бы опыта собственного падения и восстания, отцы церкви говорят, он действовал бы как ангел, а ангелы жестоки. Они выполняют повеление Божие так, как им дано. Поэтому благодарите Бога, что наши иерархи, это в общем-то такие люди, как и мы с вами, они понимают и проблему греха, и проблему наказания Божия. И так как они сами нуждаются в милости, они милуют и нас. Итак, сегодня отцы, братья и сестры, мы сделали обзор девятой главы книги порока Эзекиэля. Если будем живы, Господь позволит в следующий раз мы будем делать обзор и будем читать десятую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал The Get, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя в это сложное время. Продолжение следует...